Всем привет! Время 7 утра. Я уже выгулила Макса, покормила его и вернулась домой. Мои пока все спят. У меня сегодня на день большие планы. Мне нужно сделать кое-какие заготовки на зиму. Я сегодня планирую сделать кабачковую икру. Рецепт будет на канале отдельно. Также я сегодня планирую сделать лечо. Рецепт есть уже у меня на канале. Года два как. И сегодня я еще хочу замариновать несколько баночек огурчиков. Рецепт тоже есть у меня на канале уже давно. Ссылочку на рецепт огурчика филеча я оставлю в описании. Если кому-то нужно будет, то перейдете, посмотрите. Итак, первым делом я сейчас займусь именно огурчиками. Мне нужно подготовить банки, помыть их, простерилизовать, простерилизовать крышки. И тогда уже займусь приготовлением. Субтитры сделал DimaTorzok Перчик у меня тоже такие вот карликовые почему-то в этом году выросли. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тorzok Ну что же, с огурчиками я закончила. У меня получилось 5 баночек. Я вообще их мариновала сейчас не столько на еду, сколько для того, чтобы у меня были свои огурчики для приготовления рассольника зимой. Потому что на рассольник покупать покупные огурцы по 150 с лишним рублей как-то обычно жалко. 5 баночек мне вполне хватит на всю зиму для приготовления рассольника. Поэтому я на этом, пожалуй, огурчики по этому рецепту у меня получаются очень вкусные, по крайней мере, на мой вкус, скажем так. Если вы тоже любите, когда огурчики такие кисленькие, хорошо промаринованные, то я думаю, что вам рецепт этот тоже понравится. Ссылочка, напоминаю, будет в описании. Сеня попросил манную кашку себе на завтрак. Молоко, я напоминаю, нам нельзя, поэтому каша у нас манная на воде. Для того, чтобы она была повкуснее, мы добавляем в нее какие-нибудь фруктики. Сегодня у нас будет каша со свежей сливой. Я сама манную кашу не ем, поэтому не знаю, вкусно это или нет, но Сеня говорит, что вкусно. А это самое главное. Да, потому что она самая любимая. Сеня любит манную кашку? Да, я ее обожаю. Все, завтрак готов, пойдем кушать. Так, ну а пока Сеня завтракает, Илюша у меня еще спит, огурчики я замариновала. Пока мариновать ничего не буду, сейчас я поставлю тесто. Вчера говорила, что собираюсь сегодня выпекать сосиски в тесте, и мне нужно уже поставить тесто, чтобы к обеду выпечь сосиски, правильно? Сосиски в тесте. Да, выпечь сосиски в тесте. Некоторые люди их обожают, а некоторые нет. Как я, я их обожаю. Ну вот, сегодня будем стряпать, поэтому я пошла готовить тесто. Рецепт теста показывать сейчас не буду, потому что он уже есть у меня на канале, ссылочка тоже будет в описании. Также у меня сегодня по планам еще разобрать вот это вот детское белье. Видите, у меня здесь три кучки, лежат они уже здесь три дня на полу, просто потому что я совершенно забыла о том, что детское белье стирается детским мылом, необычным порошком. Поэтому вот вчера только купили детское мыло, мне его нужно будет сегодня на терочке натереть и перестирать вот это вот белье. Вот эта кучка у меня с различными желтыми пятнами от того, что белье долго лежало в пакетах, в сумках на чердаке у родителей. И там, в общем-то, проявились всяческие пятна неизвестного происхождения. Я нашла в интернете неплохой рецепт, вроде как бы неплохой рецепт, как можно выводить различные пятна. И сегодня вместе с вами попробуем этот рецепт, посмотрим, что получится из этого и справится ли это средство с пятнами. Ну что же, я немного отдохнула и теперь готова заняться приготовлением леча. Рецепт леча, напоминаю, тоже есть у меня на канале. Вообще, я взяла изначально продуктов на 3,5 кг перцев. Но, как выяснилось по ходу, у меня очень мало баночек и сейчас не вариант ехать куда-то за банками. А мне еще нужно сделать кабачковую икру. Поэтому я взяла 8 полулитровых баночек, поэтому я все продукты решила поделить пополам. Здесь у меня 1,750 кг перцев, 1 кг томатов и вот, ну, пока взяла 5 штучек жгучего перца. Я еще не знаю, насколько он жгучий, поэтому буду пробовать, наверное, по ходу. И немного перчиков у меня осталось, я их почищу и заморожу для фаршировки. Я уже говорила, что фаршированные перцы я ем одна, поэтому мне 6 штучек хватит вполне. Баночки у меня уже стерилизуются, сейчас поставлю кипятиться крышки и начну нарезать перцы. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну и пока у меня варится лечо, я помою перчики, почищу. И, в общем, подготовлю их под заморозку. Можно было бы, конечно, сразу с фаршем их заморозить, сразу же нафаршировать и уже вместе с фаршем заморозить. Но у меня фарш уже замороженный, поэтому у меня нет смысла сейчас его размораживать и запихивать в перцы. Шляпки я тоже оставляю, потому что я ими обычно перцы накрываю. В принципе, я потом не буду разбираться, какая шляпка от какого перчика, просто приложу к любому и проколю насквозь зубочисткой. Ну что ж, лечо у меня готово и можно разливать его по баночкам. Ну вот, лечо готово. У меня получилось 5 небольших баночек. Конечно, на всю зиму нам этого однозначно не хватит, потому что я с лечо очень часто делаю различные мясные зажарки, гуляши. В суп даже добавляю для остроты, поэтому лечо у нас обычно идет много, но раз у меня сейчас нехватка банок, потому что баночки мне нужны еще на кабачковую икру, я сегодня собираюсь сделать. Может быть, в следующий раз я еще успею в этом сезоне закрыть сколько-нибудь баночек с лечо, но если нет, то нет. Тут еще немного осталось такой жиденькой кашицы, я ее уберу в холодильник, она у меня просто не вошла. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот и все, мои первые сосиски в тесте готовы. Вроде бы для первого раза получилось неплохо, но не знаю, пойдем сейчас пробовать. Пойдем пробовать? Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok